друзья всем привет сегодня я приехал в гости к андрею приветствую вот и у него машина honda freed plus вот сегодня андрей нам расскажет об этой машине он также состоит в группе по этой машине в telegram вот то есть информации владеет андрюх расскажите что за машина комплектация год пробег машина очень интересная классический семейный автомобиль это honda freed plus это продолжение в легендарного фрид спайка который имеет бешеную популярность у нас от дальнего востока до калининграда очень удобные небольшой габаритные по габаритам для города и не только для города наверное да но в мегаполисе самый удобный автомобиль машина август семнадцатого года брал ее на аукционе с пробегом 26 800 машина обошлась мне в японии миллион пятьсот восемьдесят тысяч йен по курсу 70 на момент оплаты в феврале месяце 2022 года 2022 года до машина обошлась по японии 920 тысяч рублей если на русский ну и все остальные затраты это были естественно растаможка по конскому курсу так как машина пришла в начале апреля все услуги оплачивались по курсу 140 соответственно 285 тысяч получилось у меня растаможка но про покупку ты расскажешь потом мы машину сядем поедем где-нибудь кататься и тут как раз в процессе расскажешь как купил где купил через кого купил и вообще понравилось тебе не понравилось по машине я так понимаю она у тебя пятиместная да они вообще бывают семиместные у фрида очень много комплектации разных значит базовой комплектации просто фрид это шестиместные когда идет два капитанских и два задний ряд и есть семиместные это когда обычный диван сзади и плюс еще два дополнительных места фрид плюс это отдельная комплектация которая только пятиместная с уникальным багажником машина бывает как бензиновая как так и гибридная бывает моно привод передние бывает полный привод выбирал я пятиместную потому что для меня было очень важно чтобы я мог с детьми ночевать в машине где-нибудь на каких-нибудь кемпингах выездных мы делаем это достаточно регулярно поэтому именно фрид плюс подошел максимально под задачи которые хотелось решать с помощью этого автомобиля и он у тебя гибридный кстати за гибридный до переднепривод передний привод вот друзья вот я увидел эту машину спереди вот так я думаю какая она гибридная не гибридная вообще вот так не понять можно понять только вот по шильдику получается сбоку и сзади там вот по фарам по фонарям значит если убрать шильдики гибрид то отличие да действительно никаких нет от комплектации единственное что можно определить стоп-сигналы у гибрида они светятся полностью как на пятой двери элемент потом мы посмотрим еще там так и сбоку на не гибридным уже соответственно элемент который находится на пятой двери он не светится получается ты на машине уже проехал где-то 10-15 тысяч километров ну ориентировочно да гнал машину из владивостока я самостоятельно в одно лицо маршрут у меня занял десять с половиной дней и соответственно проехал я чуть больше 10 250 километров жил ну и плюс за два месяца наверное что здесь пару тысяч накатал по москве по по области и вы дайте сразу вопрос задам помимо фрида ты просматривал еще какие-то варианты почему вот фрит именно плюс может быть там сиента рассматривал значит изначально мне конечно хотелось одиссей он нравился тем что он все-таки выше классом бизнес-класс у него более более интересный салон по трансформации он более просторный в январе из-за курсов я понял что не потяну этот бюджет дальше уже смотрел степ вагоны степ вагоны тоже по бюджету уже не тянулись ну и большой автомобиль именно как степ вагон у меня жена не хотела типа зачем нам такой большой сара я не смогу его водить из этой серии вот рассматривал естественно и от тойоты вариант сиента но сиента мне не понравилась по салону она чуть дешевле она чуть попроще в первую очередь внешний вид все-таки honda на гораздо гораздо интереснее привлекательней и по рулежке honda гораздо интереснее по работе часто было в владивостоке и удалось нам в такси поездить на разных машинах и сиента меня не впечатлило от слова совсем итак друзья вот у андрея пал выбор на honda значит фрит плюс давайте спереди посмотрим вот ну нравится вам внешний вот я скажу за себя что мне очень нравится и внешний вид и вот этот вот цвет смотрится очень и очень красиво вообще классно смотрится автомобиль красивый 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 это кстати говоря максимальнейшая комплектация то есть все что мы будем смотреть по максимуму комплектация максимальная x есть более младшие g вот и x что наверное отличительная особенность этой комплектации это зимний пакет с подогревом передних сидений с подогревом на лобовом стон зоны покоя дворников и зеркал и зеркал то есть это не как доп опции идет вот наверное как даете вот это доп опция такая вполне возможно что это дополнительная опция ну по крайней мере всех которые x те которые попадались мне на аукционе она и по описанию на дроме то на иксах везде стоит вот этот зимний пакет называем это я его так называю зимний пакет ну все-таки живем в россии у нас папа грейка должна быть но по крайней мере обогрев зеркал то уж точно обогрев зеркал то это точно вот по значит еще что здесь обвес модула это передний бампер дула или модула и модула да вот смотрите и получается вот сбоку до накладка и накладка сбоку но это же все крадет клиренс и так малюсенький да но машина досталась такой и она мне нравится я в принципе начинаю привыкать к такому маленькому клиренсу хотя предыдущая машина была киа сид универсал четырнадцатого года там 150 клиренс с вес передней губы еще даже ниже чем здесь поэтому особого дискомфорта не скажу что это доставляет просто приходится при парковке понимать куда ты паркуешься каким местом ну и естественно какие-то внедорожные на ней исключены выезды друзья раз уж мы затронули клиренс давай вот сейчас прям померим да первое начнем то с чего это с нижней губы наверно сколько здесь здесь наверное он видно подбитая губа это было с аукцион это японец тоже врезался здесь максимум наверное действительно 15 я бы даже сказал 13 сантиметров ну да где-то под нижней каемочке вот 13 это вообще низко конечно любой бордюр привет да 13 половиной 4 давай сбоку глянем сбоку здесь тоже не не велик но здесь честные 15 15 15 ну сзади побольше да задом можно к бордюру вставать задом бордюру да можно вставать не на все конечно но в нижней точке у нас получается к 23 где-то до 23 сантиметра на вот такой вот клиренс да здесь даже у ее этому только 22 вот то на что можно рассчитывать это 20 20 20 20 ну в общем то можно сказать что низкий автомобиль да да пузатерка знатная это точно чего не скажешь и так вот давайте спереди начнем осматривать я вот сразу что мне в глаза бросилась это вот противотуманки вот эти вот синий вот и вот непонятной штукой зачем они тут очень таки вот синие сделаны почему ну так это завод завод заводская противотуманка и мое единственное предположение что синий цвет сделан для того чтобы он светил именно по низу и не свет не уходил наверх то есть это не какая-то там фишка что там он дополнительно загорается или что-то не выговорить на ничего не загорается просто такое наверное дизайнерское решение плюс ну в глаза сразу бросается кстати говоря светит очень хорошо на ближнем свете в городе я вообще не езжу включая только птф и его света в ночное время в городских условиях более чем достаточно а вот у машины получается у нее нету да вот ходовых огней вот этих ходовые огни есть здесь вот ленточка а вот это да она здесь ее так не видно даже вот днем как она горит вот я число так не вижу вот отсюда вот вы видите как она горит днем ну слабенько только вот здесь вот что-то видно я бы сказал что это как габарит габарит да вот как дневной ходовой кажется есть комплектации с другим бампером это уже гб-8 кузов или еще какой-то здесь вот уже сбоку такая полоса вот она вот тип какую стим и вот это да но это что-то 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 другое в основном по классике в большинстве своем птфки выглядят таким образом и получается ты в городе ездишь все время с противотуманками фары я получается у тебя значит поворотник это лампочка потом лишь ближе светодиод светодиод и дальние тоже тоже лампочка ну и как у 10 тысяч ты пили кол как те свет моргали не моргали ни разу мне никто не моргнул но за исключением наверное меня у меня был такой забавный случай лирический ехал где-то под читой и ехала встречка я был такой уже уставший я решил смахнуть дворниками но перепутал недавно пересел и значит вместо того чтобы дворниками поработать я дальним светом поморгал не в ответ куда ли потом с машиной поравнялся это дпс что ты тут балуешься света достаточно хватает в моих планах не входит менять вот этот срез который галку изменять изменять здесь регулируется с помощью отвертки это все дело можно просто опустить чуть-чуть лампу и вправо и это получается там наверное вправо и влево и вверх и вниз есть регулировочные эти винты понятно наверное к зиме как-нибудь этим займусь вопросом пока света птф хватает в общем линзы горят хорошо сверен хорошо светодиодный свет обалденный после галогенки конечно чувствуется разница потому что проезжал в разных условиях биробиджане вообще снег был когда я ехал в тумане достаточно хорошие куски без каких-то вот явных разрывов провалов и в паре еще с птф к у тебя вот прям вот так вот сразу хорошее пятно светится фаркаешь красивая есть есть боковая подсветка динамическая при повороте руля здесь секция загорается вот да 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 видно да а давай покажем так сейчас андрей будет вот видите смотрите загорелась а давай обратно погасла еще раз вот загорелась удобная штука конечно несомненно удобная опция класс была у меня эта функция реализованной на сиди на универсале но там стояла обычная галогенка тоже было удобно но неудобно ее менять она у меня работала максимум три месяца а потом перегорала слабость вообще электрика и фары весь концерн hyundai kia это больное место со светом постоянно все перегорает уже просто устаешь это все дело менять и в машине всегда набор самых обычных дешевых лампочек чтобы ты любой момент сразу это все поменяли а вот у вас в группе кто-то переделал фары есть такие значит в группе да у нас ребята переделывали обычный ставили светодиод значит китайский надо да естественно китайский все с блогом с блоком розжига вот эти все нюансы я не особо разбираюсь в этом потому что для меня это колхоз знаю законы физики элементарные мы понимаем что пластик который создан для галогеновой лампы он не может априори правильно корректно работать с другим типом светового потока от светодиода или от ксенона то влечет за собой разные проблемы начиная от лишения прав и заканчиваем заканчивая просто тебя будто такие пятна выжженные в общем понят так себе решение но каждый вправе делать самостоятельно то что он хочет своим просто пускай подписчики до зрители знают что такие решения есть что решили фары можно переделать в группе у нас есть все и парт номера и где купить ссылки на алиэкспресс то есть группа у нас достаточно динамичная активная есть спецы которые привозят машины и те которые занимаются расходниками запчастями то есть в обслуживании и приобретении каких-то дополнительных дополнительного оборудования проблем вообще никаких нет вот смотри ты ехал 10000 вот я смотрю на твой капот бампер и не вижу вообще сколов ты чем-то обклеивал машину я ничем я не обклеивал значит у японца здесь стояла керамика то есть не стояла была нанесена керамика поэтому темы возможны даже прилеты которые были они все сгладились потому что да действительно ни одного скола что я не вижу прям вообще вот я смотрю у тебя здесь вот дыры такие вот можно руку прям туда засунуть да и так ты вот не боялся что ты камни сюда словишь да вообще у тебя там радиатор такой-то ну хорошенький незамятый ехал и не переживал разгонял перед собой волну всех неудач здесь тоже он хорошенький радиатор такой но в планах входит поставить обычную сетку единственное что это нужно это решение можно сделать только с полным снятием бампера виду ограниченного времени пока еще руки не дошли ну давай поднимем капот глянем что-то под капотом еще сам не глядел интересно итак поднимаем капот удобно вообще вот эта ручка ручка до удобная не про не промахнешься она по ровно по центру большой рычаг ничего она не гнется она знаешь на воксе и такой вот рычажок он такой так легко гнется что некоторые сервисмены загибают его и потом люди не могут открыть капот вообще вот бывает такое вроде он как бы здесь сделано не знаю из какого-то сплава но надежно даниил такой прям жесткий вот так будет будет тяжко да смотрите тут конечно никаких ржавых пятен ничего нету да кроме листьев которые попадают нас за двора вот болты чуть ржавчинки но как бы все то есть машина с японии не как мы уже все знаем они приходят и без ржавчины столько низкого нить иначе она у меня была во владении у полицейского в городе такой это я выяснил путем значит просмотра флешки с видеорегистратора вот владелец ездил до работы до полицейского участка там ее парковал вечером уезжал поэтому она в хорошем состоянии а город такая это центральная часть японии с умеренным климатом нет морского воздуха который будет тоже способствовать быстрому такому ржавению коррозии и непосредственно нет снега соответственно по днищу и по по салону ржавых элементов никаких нет и не обнаружено было я свою тут даже шум стоит посмотрите еще резинка стоит видите для чтобы грязь не залетала учиться уплотнитель здесь такой ложится здесь вот посередине уплотнитель смотрите ну нормально для такого класса авто и сумка и уплотнители интересно на не гибридах также реализовано или нет реализовано все ровно также на не гибридах все точно так вот послушайте как двигатель тарахтит сейчас он находится в режиме заряда батареи так как это гибрид регулярно включается живет своей жизнью включает набивает батарею выключает вмешаться как-то в этот процесс наверное нельзя и не стоит все работает чем-то похоже на систему старт-стоп вот но здесь отсутствует стартер заводит автомобиль непосредственно электросиловая установка которая находится мотор генератор какой-нибудь да там в одном месте с коробкой передач с двигателем это все вот все так вот скомпонованно в движении это практически незаметно когда список машине с включенным двигателем поездки ночевал и были отрицательной температуры конечно это дискомфортно потому что ты вроде только засыпаешь а потом раз включает двигатель и вибрация чувствуется но это такой нюанс процессе эксплуатации происходит это практически незаметно без рывков без какого-то шума который пугает а вот есть такое что допустим утром ты выходишь заводишь машины и она чуть-чуть от подергивается вперед есть такая штука нет но есть проблема на бензиновых двигателях когда какой-то посторонний шум напрягает при моменте когда заводится двигатель на гибриде этого нет эта проблема только кузова gb5 который с обычным двигателем вот но решение тоже есть ребята там все это дело описывают там что-то какие-то прокладки меняют еще я в этом не подкован поэтому врать не буду но то что читаю там все это проблема решается с ней можно жить на нее можно забить и x какое-то количество времени ездить беспроблемно но по-моему в конечном итоге к чему-то это может нехорошему привести по поводу egr есть тут egr egr есть еще как его чистят не чистят обсуждают у вас это вообще в группе нет по моему даже не было никаких вопросов что вообще не затрагивали этот момент понятно как-то прошел мимо ясно ну знаешь чё вот смотри получается ты поехал в москву ты менял масло в двигателе менял масло в роботе в своем получается сколько чего обошлось сколько литров джаст момент давай чуть все ходы записаны на момент приобретения и растаможки ребята с владивостока свозили машину хирургу масло в двигателе не меняли потому что она была в идеальном состоянии там по полу по пробегу наклеечка и что машина была еще на шоке не вот на гарантии поменяли мы масло жижу в роботе поменяли тормозу ху значит поменяли свечи делалось это без меня но хирург значит сотрудники прислали видео где свеча пробивается вот и это наверное было самое дорогое из из обслуживания потому что свечи обошлись в 16 200 16 тысяч за 4 штуки до 1 со свечи мама не горюй ребята я в общем фоточку эту приложу чтобы все видели 16 тысяч четыре тысячи свеча четыре тысячи свеча блин дай застрелюсь это вообще дорого это просто дорого вообще это это космические цены нет не доверять вроде тоже не хотелось перепроверять то что можно где-то купить это дешевле я тоже не стал я посмотрел да и ригевые свечи там четырех до пяти тысяч за штуку да за штуку да но единственное что радует что это нужно делать там раз 60 70 тысяч это да мне кажется можно вообще вот ты ездишь пока что-то да не начинает троить на его нафиг просто очень дорого за свечи капец просто когда а вот масло в коробку сколько литров и вообще по цене начать здесь все достаточно консервать консервативно получается вот на замена трансмиссионной жидкости помещается 1 из 7 литра у как мало за литр 1750 и получилось 2 975 на 3000 рублей это жижу блин вообще так мало надо и наш удивлен дорого там эти описали нисколько не брали за работу за работу здесь 600 рублей ой еще и получается легко заменить да ну это можно все самостоятельно сделать у нас группе есть николай тоже с новосибирска который нет или алексей алексей с новосибирска да ну кому будет интересно можно будет ссылку на группу оставить вот в общем ну мужчина достаточно грамотный свой канал он показывает как самостоятельно проводить обслуживание автомобиля именно honda freed гибриды все от прошивок как работать там голову настраивать у него все поэтапно пошагово он менял масло в коробке двигатели все это в общем отснято и показано да и только ленивый наверное это может даже по инструкции любой человек может сделать главное что тебя было куда потом эти все жижи слить и не засорять природу так хорошо в двигатель сколько чё там надо в двигатель 4 литра у меня 338 по приезду залил брал я оригинальное японское масло но не honda а давайте посмотрим что там за масло такое метасу 020 до до 020 все все оригинальное со всеми степенями защиты и принципе не не побоялся его заливать вот оригинальное японское масло но в группе льют тоже все 020 в группе льют 020 но все по-разному на самом деле чуть-чуть 30 кто-то 520 льет и разного производителя льют кто-то и корейская даже kicks льет сейчас лукойл наверно льют уже не знаю но хондовские двигатели любят все-таки очень хорошее масло поэтому я не стал рисковать и но и оригинальная стоит на 1000 дороже хондовская именно в японии всегда есть право выбора когда ты приезжаешь на то тебе минимум два-три масла показывает какой лить и вот этот метасу он как раз входит в один из тех которые предлагают на выбор по приезду на техосмом обслуживание автомобиля в японских сервисах ты смотрел на ютюбе ролики японцев и ролики людей которые живут в японии и там ведут каналы о своих автомобилях достаточно познавательно интересно всем рекомендую смотреть такие видео чтобы понимать об уровне обслуживания японского автомобиля непосредственно в японии ну значит четырех литров хватает фильтр дорогой масляный масляный фильтр стоит 870 рублей вообще копейки воздушный фильтр ровно столько же сколько все остальные 1200 рублей и салонный фильтр 1400 и проблем в общем расходники достать в москве и вообще по россии нету в любом крупном городе есть магазин автозапчастей которые у нас в группе три или четыре человека кто предлагает через них расходники но я так понимаю здесь фильтр заменить тоже вообще не проблема фильтр все руками конечно все банально про какие-то вообще сложности есть вот в обслуживании машины может что-то сказать что вот что-то тяжело здесь поменять сделать или что надо вот прям постоянно или обратить на что-то внимание муж какие-то зазоры клапанов лезть сюда неопытному человеку вообще не рекомендуется наверное как мне сказали меняй все жидкости своевременно и расходники заливай нормальный бензин и машина будет ездить я в принципе склонен верить этому единственная трудность наверное будет самостоятельно если загружать новые прошивки и производить адаптацию робота коробку то есть раз в 30-40 тысяч нужно менять жидкость тормозную и жидкость в коробке после этого нужно адаптировать коробку для этого есть свой софт есть девайс которые вид и бд разъем о бд о бд разъем туда вставляют там ставят софт и люди обновляют прошивки свои производят адаптацию я наверно сам колхозить это ничего не буду буду пользоваться услугами людей которые профессионалы в этом деле благо стоит это не космических денег в москве здесь это есть у вас какой-то сервис куда вы там ездите все стоянно фондовский да какой-нибудь есть и хондовский сервис есть гибридные сервисы где не боятся обслуживать и где это ты знаешь какой-нибудь адрес там территориально могу у нас здесь есть гибрид сервис недалеко в районе отчатого где в принципе любую toyota кондо suzuki все все обслуживает как называется по-моему так гибрид сервис называется гибрид сервис масло в двигателе меня у своих ребят которых корейцы обслуживают но поменять двигатели масло это то есть в двигателе может в любом сервисе любом сервисе да нужно касаемо наверное уже коробки то естественно лучше чтобы это знающий человек для этого надо уже подыскать тех кто этим занимается либо либо самостоятельно ну вот как у нас по нам известный блогер он течение там 45 минут справился с этой задачей нужно что нужно докупить какие-то вот такие большие шприцы с трубками чтобы откачивать излишки там жидкость аккумулятор я смотрю родной аккумулятор здесь маленький ну равно так вопрос по антифризу сколько там за замеряли антифриз у меня пришел сразу минус 40 поэтому менять его не стал согласен смысла не было и на скольких километров он меняется не знаешь вообще по моему раз в три года или или тысяч 100 наверно каких-нибудь да в общем понятно ребят если кто там что знает поэтому добавлять пишите да в комментариях вообще по машине пишите в комментариях то что знает интересного добавляйте ну что пойдем дальше да тут все посмотрели все очень так хорошо так вот смотрите ребят вот лобовое стекло и вот посмотрите сюда видите такая вот фиговина который не оттирается здесь смотрите какой налет белый и вот сейчас об этом андрюха расскажет да в первый раз когда на мойку загнал машину я ужаснулся когда вся эта значит дорожная грязь смылась и проявились вот эти пятна я сразу подумал первое что у меня топляк наверное это какая-то морская соль которая проела все вот видно здесь вот прям вот четко это видно на всех элементах кузова обратился я в detailing сервис и прояснили ситуацию сказали что на машине нанесена керамика но ее испортили значит японец начал мыть ее щелочным шампунем агрессивным которые собственно говоря превратил эту керамику вот в такие вот кристаллы которые уже закрепились на лкп и на стеклах они вот даже вот здесь вот есть видно здесь есть да да видно если присмотреться да цена цена вопроса 8000 рублей специальное средство для снятия вот этих вот вот этого всего дела и полировка это за всю машину за всю машину да то есть в районе там 8 плюс сколько полировка да еще в районе на 20000 капец вообще просто вот тебе и незнание да что керамику нельзя мыть щелочью сам об этом не знал открыли глаза но теперь буду знать то есть если вы наносите на керамику на машину то использовать агрессивные щелочные шампуни не рекомендуется потому что приводит они вот к такому эффекту печальному последствию вот здесь тоже на фарах тоже видно вот это вот помутнение я думал тут лак облез а это вот это вот да жалко самое важное что она решаема они тебе придется с этим жить либо до перекраса либо до продажи машины так ну что переходим на колеса значит давайте посмотрим что у нее здесь стоит стоит пирели центура то какое-то размер 185 65 15 это штатный размер это штатный размеров я приверженец того что то что разработано и посчитано на заводе то должно и стоять на автомобиле диски здесь стоят оригинальные 15 дюймовые с таким интересным дизайном мне в принципе он зашел размер резины штатный с японии пришла лысая резина скажем так просто как будто диски изолентой обмотали вот вот друзья обратите внимание пробег 28000 а резина дариса она была вообще в ноль было очень страшно особенно когда попал я в еврейской автономном округе в барабиджане снегопад ты получается на этой резине сюда ехал вообще сумасшедший чё там не купил и у меня ESP работала просто не выключаясь пока я не проехал все это вот это вот всю кашу но благо все вот эти помощники были протестированы по полной до полной программе и теперь в машине я уверен то есть все работает замечательно кстати поводу помощников вот покажем здесь вот эта камера которая стоит за дорогой стоит камера слежения и стоит еще у нас радар здесь вот здесь радар когда этот радар забивается снегом то система контроля полос перестает работать она сигнализирует на приборной панели что либо очистить и не будет работать понятно желтым моргает да кстати вот расположение вот это вот внизу да тут часто наверное будет забиваться но при этом работает система предупреждения столкновений то есть она идет все-таки по верхней камере этим радаром уже как-то вот так все это хитро связано вообще honda sensing порадовала ни разу до этого у меня помощников не было на машине и здесь я столкнулся именно с передовой данных все-таки разработки которые внедрялись японии в семнадцатом году они уже грамотно взвешены данные надо работами не очень удобно с ними ездить ну и чё скажешь андрюх вот на такой резине мягко комфортно вообще подвеска у honda считается жесткой но она в меру жесткой в меру мягкая то есть самого то что доктор прописал наверное если поставить более низкий профиль то уже будет громыхать а кстати замечу когда была оригинальная резина которая пришла с японии машина казалось жестче но там протектора не было мужики в ноль был стер вот новую резину поставил теперь прям вот то что доктор но ребята на ставят 17 какие-нибудь колеса ставят 16 точно ставят выглядит конечно это лучше но у меня не стоит стоит такой задачи а какие-нибудь вот кстати проставки ставят чтобы кривость разданки ставят это целая индустрия бизнеса вселение мнимой веры что плюс два сантиметра что-то решат с твоей проходимость сюда из геометрии но по факту есть один нюанс что ставят такие прокладки повышает клиренс вся система вот эта стойка у нее ресурс становится меньше вот сейчас точно терминами не смогу оперировать до что выходит из строя но факт остается фактом то есть любое внедрение в конструктив но имеет за собой такое вместо быть как уменьшение эксплуатационного срока который заложен производителем кстати вот я про проставки еще хочу заметить как работает система вот эти стал к антистолкновение прочее они также отрабатывают или у них что-то нарушается что-то кто-то говорил в группе об этом ну я такого если честно не слышал как может проставка повлиять на систему предоставки ну там допустим контроль полосы как-то вот я что-то читал такое даже в ком-то мануале что вот как ну они как-то настроены на определенные там высоты какие-то за расстояния и вот это изменение может как это вполне возможно потому что инженер но вообще инженерное дело не инженерное дело как правильно сказать сам связан по работе с тесно с инженерией и культура инженерного дела в японии она очень просчитана просчитана много ходов вперед и внося какие-то изменения в конструктив многие не не задумываются о том что это отразится на трое за другом и помимо того что у тебя ресурс будет меньше ну соответственно у тебя вполне возможно возникнут проблемы с аэродинамикой да ну я не знаю если вот гипотетически что-то предположить то наверняка это я не стал рисковать не хочу не наносить никакие вот эти вот решения на пузо терке я спокойно езжу как раньше так я вот сейчас диск трогал тормозной но он как новый соответственно колодки на руке тоже новые вообще на каких пробегах колодки меняют ну опять же таки если полагаться на данные интернета и пользователей на гибридах диски ходят больше ста тысяч колодки тоже больше ста тысяч но зависит наверное еще от стиля вождения многие продают с родными дисками но она же тормозит за счет рекуперации тоже как у тойоты вот у нас на боксе колодки первые спереди меняют на пробега 200 плюс вот чаще всего то есть поголовно а диски вообще там еще наверно никто ни разу не менял я даже не знаю здесь я предполагаю такая же картина но у нас в группе спрашивали по поводу дисков стоимости дисков где приобрести там вопрос поднимался то есть кто-то менял ребята кто менял и вообще кто за этим следит пишите там допустим пробег там заменил там или там пробег то проверял менять не надо вот просто интересно чтобы люди кто будет смотреть обзор почитали комментарии подчеркнули для себя еще больше полезной информации так ну чё давайте посмотрим зеркало красивая вот эта светодиодная подсветка как тебе вообще зеркала андрюх зеркало красивое но информативности не хватает малюсенько для меня она маленькая и получается что я его выкручиваю максимально влево и чтобы прямо совсем виде самый край ну что нет вот этой дополнительной секции когда здесь идет зеркало с изгибом и ты захватываешь кусочек но принципе привыкаю уже я привык иногда приходится наклониться посмотреть чтобы пользуешься вот этим вот маленьким стеклом маленькое стекло да у меня на предыдущей машине тоже было это вот окошко при закрытых поворотах конечно она очень помогает ветровики они стояли штатные ветровики штатные это вообще одно из самых лучших решений в японских автомобилях почему все остальные не делать сразу по умолчанию для меня секрет ибо это так удобно когда ты в дождь можешь получать свежий воздух в салоне согласен не заливая изумительное решение тут сбоку машина мне кажется она смотрится сбоку красиво сделано на вкус и цвет мне вообще она нравится со всех сторон и выбирал люба кнопочка такая вот эта черненькая конечно могли бы они в цвет сделать или хоть хромированную такой вот более покрасивше ручка дверь открывается легко хочу сказать здесь вот тоже да не хватает вот этой кнопки было бы поудобнее но конечно вот такое легкое движение и дверка сразу открывается очень удобно у меня и стиме конечно надо тянуть порог смотрите какой порог не такой высокий давай померяем высоту порога но давайте посмотрим высоту порога порог у нас мне вот повыше повыше до ступеньки а до ступеньки до ступеньки получается 40 сантиметров 40 ну не так высоко но у меня дети спокойно садятся берутся за ручку а у детей какой возраст 36 ну в принципе такие маленькие дети да и сами и двери сами открывали и сами открывают да у меня дети вообще в восторге от того что можно ходить по салону вперед назад то есть здесь нет подлокотника но к салону мы перейдем позже по по дверям вообще никаких вопросов нареканий нет мне очень нравится как ручка легко вот детям по-любому вот у меня на и стиме дети прям вот тянут ручку позже она гораздо жестче гораздо просто вот это минус и кнопки нет на трехлетний ребенок справляется спокойно стекла вот эти они вот так на рда открываются ты посмотрим у ничего себе не как низко открываются стекла то довольно таки низко но не совсем до конца но все равно низко про дверью сейчас андрюха заметил пробуем открыть смотрите вот это проходище чуть ли не 90 градусов дверь открывается недавно попадался значит автомобиль в котором начать вот это переднее сиденье она для инвалидов сделано для малоподвижных людей она просто выезжает сюда не спускается но это у многих японцев на микровенах микроавтобусы добавили на переднее пассажирское место сделано конечно это была бы мечта такое кресло вот ну ну проходу очень за проходит очень большой у меня тесть 203 ростом он спокойно садится вот при вот такой посадки и у него ноги помещаются вытягивает ноги нормально сидит и сам за собой еще может садиться на заднее сиденье в этом плане конечно honda продумано сделали и ты хотел сказать ты как тебя классно двери закрываются дверь закрывается вообще вот без 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 каких-либо усилий мы толкаем дверь да вот этот момент то есть доводчик не нужен да понятно ну что пойдем дальше получается мы переходим вот сюда у нас здесь бензобак до открывается изнутри да только рвается изнутри вот так открывается когда дернешь открываем здесь надписи такой топлива здесь значит 92 95 но по степени сжатия у нас по 13 8 поэтому 92 я туда просто милью разница невелика уверенности в 95 нормальный заправки больше конечно она допускается что 90 и практически все наверное ездить на 92 я 95 пользуюсь какой объем смешной 36 литров значит максимально что можно залить сюда это 30 литров 6 они там болтаются дороге я даже раскачивал машину что туда что-то еще да да капать по трассе максимально не хватило 740 километров проехать на полном баке вот но убрал я с собой канистру 10-литровую это было в бурятии и пришлось мне вот сделать долив что не было не роснефти не газпрома ну как были одни но у неймовские заправки долил в 10 литров доехал до хорошей заправки ну и чуть скажешь какой расход у автомобиля ой по расходу по-разному значит в стиле езды городской вот там развести детей в садик в поликлинику там магазин получается 19 и 2 это получается где-то 5 там 5 лет это мои 1 если более динамично с включенным кондиционером при полной загрузке у меня в принципе сейчас я обнулял заправки проехал 540 километров но то я ездил на дачу два раза и по городу но смешанный получаешь на цикл и причем под скаду я ехал там 140 150 17 2 получилось это чуть больше 66 6 половиной литра а вот сладик отыгнал по трассе сладика у меня получилось 20 20 половиной то есть это что-то меньше пяти литр получать 48 так друзья вот мы переходим к задней части вот такой здесь фонарь получается тоже стоп светодиодный получается поворотник лампочка задний ход лампочка и вот то что ты говорил вот эта частью гибридов горит у не гибридов не города наверное это единственно чем можно отличить визуально в потоке машина если нет шелдика гибрид гб-7 гибриде светится вот эта часть тоже она как постоянно светится то есть как габаритный огонь у бензиновой версии она загорается только когда нажимаешь на педаль тормоза понятненько вообще здесь это как бы honda значок он сделан как будто бы как honda светится такой силуэт так это все дело выглядит обратите внимание что нет бампера он просто отсутствует бампер задний отсутствует очень низкая погрузочная высота автомобиля вот уже катафоты катафоты да кто-то колхозит ставит туда светодиодную ленту сигнал стоп антеночка сверху ну вот фрид плюс надпись потом не учет есть еще вот камера и здесь соответственно подсветка и кнопка открытия ну и этот как кого блин дворник метла да ну и антикрыло еще стоит это кстати заводское если ставить дополнительно то нужно быть готовым сверлить крышу потому что на скотч это все дело не держится и те кто устанавливает им приходится дополнительно это все дело дырявить понятно а есть где без антикрыла этого идет по умолчанию практически вся комплектация без антикрыла это как дополнительный набор опций модулы или модулы модулы делают обвес и антикрыло это при заказе автомобиля понятно так ну открывай дверь обратите внимание что при открытии двери надо сделать пару шагов назад пару шагов назад обязательно сделать чтобы тебя это не бахнуло по высоте начать погрузочная зона ну давай замерим конечно ростя рулетка в руках погрузочная зона здесь очень низкая здесь фактически 23 29 до 30 сантиметров очень удобно складывать сюда ну машина здесь меня используется максимально по назначению поэтому здесь и детские пледы сюда велосипеды и все все что угодно очень удобно складывать давай вот здесь обрати внимание что рост 175 сантиметров 5 сантиметров при этом нужно вот вот крайняя точка куда можно уже столкнуться а так ну спокойно можно до стоять чуть-чуть пригнуться то есть для высоких людей уже будет это проблематично нет нравится что здесь есть вот такая подсветка сразу удобно мне нравится что здесь вот есть такая подсветка тоже освещают этот вот все вот этот барахло которое здесь можно накидать еще мне нравится что у машины сделан получается три этажа раз полка наложил вещей два полка наложил вещей и три полка наложил вещей еще еще тазик он ездит туда тазик оригинально очень удобно и так понимаю вот это это ты покупал да или это было значит по умолчанию завода производитель ставит только вот эти вот эти полки они двухсторонние их 2 до идет их две полки на одна сторона получается здесь что-то мокрое грязное что потом это можно было смыть или протереть при этом имею в нахлёст здесь мякушку чтобы это не дребезжало и вторая уже непосредственно мягкая часть вот этот верхний ярус и вот эта полка это уже опционально японец доукомплектовал с завода потому что полка оригинальная что это что это мы где подкрепиться болтиками там бултиками в в ручке для третьего ряда прям вместо получается рунеста да это все снимается вот эта полка дополнительно такой вот крючок и нужно так зацепить здесь делать какие-то работы если есть вот такая полка но нет сетки то длины длины шнура будет достаточно чтобы зацепить за штатный крючок да 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 ходит туда вот таким образом сплять и он довольно таки жесткая то есть ну какой-то вес там можно спокойно расположить здесь прям пишется 10 килограмм да точно 10 килограмм но 20 килограммов ребенок у меня здесь залазил себе тут один внизу один наверху играли вообще поэтому 20 килограмм выдерживает плюс сто процентов от заводского здесь такие ребра жесткости достаточно хорошие вот у меня вопрос вот она держится все на этом это вместе с полкой продавалась или как-то вот эти все элементы отдельно но я так предполагаю что это вот это с этим докомплектовать потому что возможно здесь еще здесь вот что-то какие-то опционально видел на аукционах я что здесь японцы ставят обычные крючки но по факту сюда на любом болте то что можно прикрутить все что фантазия позволяет нам волнительные вещи размещать потому что по умолчанию это выглядит вот так скучно и неинтересно вот так это выглядит ну багажник тут конечно большущий вы видите здесь видите такая жесткая тоже спинка чтобы наклонять вперед и спать соответственно я приложу фотографию я там не присылал фотографию в кровати так сказать внимание что здесь вот для машины которых есть третий ряд уже есть полочки подстаканник до зарядка на 180 ватт удобно от японца достались замечательные крючки которые которыми удобно можно пакеты с продуктами цепляет у тебя это дело все не ездит никуда видите как все это разбирается конструктор ну классно сделаны как вот это вот до разборные все эти панели удобно сколько вещей вот так машины используется здесь у меня еще в дорогу я покупал запаску запаска обошлась не четыре с половиной тысячи рублей и подходит она от хонды циви а это докатка до кондона ну я доехал ни разу конечно не пробил баллон ни один но на душе все равно спокойней когда ты 10 дней едешь то тебя в дороге будет запаска дополнительно здесь есть всевозможные крючки если снять ванну они тоже здесь будут это для крепления детского кресла но еще есть комплектации когда когда здесь есть съемная парель и сюда заезжают на инвалидном кресле пассажир и для него устанавливается здесь дополнительно ручки и фиксация самой тележки кресло каталки вентиляция там крат все убрано эти как удобно есть баллонник а здесь клей все отстегивается он смотрите как все хорошо ничего не гремит здесь не гремит шумка отсутствует машине полностью как и локтинь японцев в принципе слушай багажник мне нравится и вот это то что она складывается это жестко и получается вместе с этими полками народ такой ровный пол прям удобный да да сна продемонстрируем сейчас сложим одно одно кресло здесь спокойно по я с двумя детьми здесь спал при желании еще можно сюда и жену положить потому что ты в ширину но ширину тяжело конечно будет в длину двухметровый человек здесь спокойно у ляжется один как барин а давай мы замерим высоту ну вообще проем проем вот многим багажник очень интересен подводит высоту и ширину это вот что у нас тут получается по по проему у нас получается сто сто двадцать семь до 126 126 сантиметров самой широкой части 100 106 106 самой широкой части и в самой узкой получается 83 где-то до стрина ну в общем кому это вот важно и дают глубину вот до этого кресла кресла кстати ездит кресло и ездит до это вот самое крайнее положение само крайнее положение здесь получается 90 90 сантиметров 90 вот то есть кому важен багажник вот вы представляете какого размера так ну давай одно кресло сложим покажем эту лежанку видите здесь установлено два детских кресла и вот посередине здесь получается но я садился но еле пролез ребенок влезет 3 человеку зажать это если только подвести куда-то но никак не на длинные расстояния да это точно вот для него место 3 да вот сейчас андрюха доставал кресло за счет то что проем большой вынул его очень легко за ну давай складывать получается по весла максимально вперед вот достаточно большой то есть при желании увеличить свой багажник можно на практически на на 30 сантиметров ну тогда сзади никто не сядет и так понимаю сзади да тогда никто не сядет ну давай складывай смотрите как складывается поднимается кресло вот так раз ни фига себе вот все это падает вот видите как интересно сделано прям чуть и продумано да если мы еще отодвигаем это еще вперед нифига тут конструктор реально конструктор да да теперь полки так вот положили полки здесь такой вот хлястик снимаем его и откидываем смотрите как получается и теперь место здесь мы имеем вот 175 сантиметров я ложусь ну да еще и место есть да еще и место есть вот так друзья вот такая кровать вот этот перегиб я думаю не особо сильно повлияет в надувной матрас сразу его владики взял матрас на думаю и вот в таком положении только с той стороны зеркальные по кидал и здесь же в машине и спал слушай ну вообще вот это продумано сделано очень удобно конечно очень удобно давай померим по длине так вот от края от края получается у нас сто восемьдесят семь сантиметров восемьдесят семь не хило так не хило ничего можно увеличить если ты еще наклон убираешь спинки вот это вот максимально при таком максимальном положении 2 10 2 метровый человек 10 сантиметров подушка учитывая что у нас средний рост мужчины это 176 сантиметров примерно то есть это абсолютно подавляющее большинство здесь спокойно расположится 23 человека легко легко друзья вот это вот это удобно ширине он получается у нас давали минута по ширине метр двадцать пять метр двадцать пять на неплохо вот так вот потолок высокий класс в этом конечно плане машина очень хороша багажник у нее вот этот конструктор вообще на ура на ура сделано голь на выдумке умна ага говорится и делали мы такие посадочные места а эту полку как стол да да сюда еще в общем на арене выходные мы делали ровно так все у нас есть стульчики складные ага сел вот тебе пожалуйста пикничок ну дополнительно я уже заказал на алиэкспрессе японский стол себе которая тоже собирается подъем на выходной максимально машина выполнена для удобства как он у японцев есть такое такое понятие на гая это когда ты получаешь 7 квадратных метров максимально полезную площадь для семьи из четырех человек когда одно и то же помещение может являться гостиной кухней и спальней ну вот так в таком ключе то есть машины подразумевают под собой и перевозку классическую и спальное место и место где можно семьей с детьми провести время укрыться от осадком там палящего солнца ну и непосредственно в обеденную зону сделать отлично молодцы японцы в этом плане да так друзья с багажников закончили давайте перейдем ко второму ряду пойдем в салон в общем что у нас здесь получается вот такое кресло есть изофикс здесь я так понимаю везде наклон спинки а здесь вот ручка ездит кресло вперед назад комбинированная кожа и ткань так получается здесь от никаких столиков нету подлокотника нет это единственный минус наверно но здесь тоже столика нету есть кармашек и вот здесь я вижу кармашки вот видите есть кармашки тоже удобно вот то что в хонде такое есть головне кожа толок высокий крючков в нету воздуховодов никаких ничего нету до воздуховода единственный повод передним водительским да вот здесь воздуховод вот она торчит вот и все получается ковер такой оригинальный на липучках крепится пластик здесь в двери у нас давай сейчас я закрою и вот дверка закрывается кстати никаких сигналов не издает сейчас ручка открытие-закрытие блокировка двери под бутылку пить как стоит удобно отпускать поднимать стекло и сеточка пластик конечно такой себе как у хонды в принципе на стык вагоне такой себе вот это все сделано вот вот этот узел мне вообще не нравится как сделано как из 80 до вот и не знаю ничего не не поставить что-то получше вот андрюк давай садись по посадке вот сел я за сам за собой спинку можно отрегулировать если не хватает наклона можно чуть-чуть вперед нет могут максимально а данная за то что полки там вот эти стоят это она не дает опуститься ниже ну скажем так на далекие расстояния я бы здесь конечно не поехал поехал а потому что нет подлокотника и б потому что висящая нога да видите получается здесь видите как на бедро висит потому что пол высокий вообще пол вот такая же фигня и на истиме происходит друзья то есть для детей да это полноценное место для взрослого человека надо дважды подумать чем и вот друзья вот у кого семьи местные такие 6 местные они у кого отдельные стоят до капитанские кресла скажите у вас такой же высокий пол и также бедра висят или все таки отдельные кресла они поудобнее чем вот диван вот будет интересно пишите в комментариях так ну сзади в принципе смотреть больше особо нечего давай спереди теперь так получается вот мне нравится отделка это вот искусственная кожа наверно да скорее всего это кожи простонародье по-русски дермантин это чет это подтёрта уже такой подсветка в нигра это это горит по подсветка телефоне или нет ни за это не в телефоне это подтёрта мне кажется так уже пятно какой-то может быть в общем смотрите опять же такой же убогий пластик как степ вагоне и опять дешевые вот это то что только одна дверь и стекло одно с автодоводчиком этот узел опять такой страшные вот эти кнопки блины это все из двухтысячных видимо много наклепали японцы и не стали заморачиваться вот такие ниши идите малюсенькие маленькие тоже под воду динамик кстати здесь и в задних дверях где на 4 динамика но динамики я не разбирал ну маркировку к сожалению не посмотреть но по 20 ватт они точно играет нормально играет мне хватает за глаза давай спереди посмотрим что у нас тут порог таки без царапин здесь и на что вот смотрите не обозначена на как бы да но вот не прокрашена да не прокрашена на дают и вообще не красят такая вот ручка педальный узел такой эти смотрите вот подогрев вот такие кнопки тоже кнопки от этим не нравится как они делают эти три штуки он да удобно то что есть подстаканник красная подсветочка очень красиво вот этот часть вот как это дело тоже чисто дешево блин не знаю нафиг они вот такой пластик страшно используют так сяду сюда информационное табло очень красивая мне нравится на стоп вагоне покрасивее но здесь тоже ничего и информативно информативно то что перед глазами бардачок посмотрите здесь он трое очков спокойно залазит вообще нет проблем здесь смотрите подсказка по предохранителем на машину вот так нравится как сделана ручка очень красиво здесь вот эта часть тоже билет пластик полин хонда прям на пластик жопится что-то не смейте при какой яма может документки не бросать будут ехать вот эти какой-то телефон лежит здесь удобно эти прям все там где надо как это все используется один подстаканник здесь здесь такая смотрите полка интересно спрятанная ну и прикуриватели тоже маленьком маленькая там ниша руль полный мультируй смотрите круиз-контроль все как надо все как надо я сначала подумал что руль пластиковый но это оказывается такая кожа прям жесткая кожа сидушка сидушка ну на таком пробеге еще ничего не будет опять же регулировка спинки подъем седла пусть ткать ну и вперед-назад тоже комбинированная кожа ткань упругая нормально ничего не затерто кстати тоже ведь подлокотники они него два положения убрал и поставил все никаких средних нету вот так вот так пойдемте с той стороны со стороны пассажира в принципе такая же дверь ничего нового действительно нет регулировки вверх-вниз сидушки все здесь ничего не поднимается не опускается фальш флеер бардачок пластиковый опять же удобно сделан подстаканник небольшая ниша пластиковая классно сделано вот это дерево обдув раз два три четыре вот чается ручка смотрите есть пассажира и водителя ну и соответственно здесь вот у пассажира садится удобно зеркало обычная смотрите есть слежка за пассажирами подсветка я до сих а вот она включает вот эту подсветку сейчас стало видно мы пробовали не горело вот эти огонечки не что-то подсвечивают в машине давно выпущу вот здесь вот в бардачке подсвечивает вот есть да вот ночью ночью сейчас не видно но ночью есть вот подсветка я так поймана здесь и где-то в дверях и в дверях еще присутствует так закрыть можно воздуховоды а вот средние закрыть нельзя так все это выглядит посмотрите включая ионизация есть так все это дело выглядит сильнее меньше кнопки приятные нажимаются тактильно удобно ничего такого не скажу вот посмотрите здесь обозначение идет заднее стекло и зеркало обогрев подогрев 2 режима подогрева сиденья на большом на втором уровне бешеная подогрев можно кажется кроссовки сушить использовал только на маленьком смотрите в машине тут значит шторки я так понимаю не идут тут по всей туда длине до самого конца автомобиля спереди две в коленях ничего такого нету да как коленных нет и в сидушках еще идет и в сидушках он четыре подушки и две шторки ну 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 я так сижу в принципе обзора хватает до большой лобовое стекло все классно назад так поворачиваешься ну не такая и стима каждый длиннючая уже привык к ней здесь конечно покороче ну приятная машина так ну-ка сейчас я закрою дверь подлокотник что слева что справа удобно расположен нормально вот такая магнитола японская взят по поводу задней двери смотрите здесь есть ручка для закрытия я так понимаю электроприводов на них в принципе не бывает только китайский да только китайский это наверное самая глобальная проблема для моей супруги и для детей то что получить доступ в багажное отделение им достаточно проблематично ну что вот это вот движение и она то даже не закрыл посмотрите как он и низко и он не закрывается можно делать это бесконечно поэтому приходится чуть-чуть подталкивать то есть одним движением это вообще не сделать ну либо это нужно ну попробуй давай вот попробуй закрыть дверь одним движением смотрите как это происходит видите все равно он подтолкнул левой рукой и подталкивать потому что так не сложишься блин вот такой вот минус либо как я это делаю я приноровился я делаю это из из бокового положения просто не используя ручку использую непосредственно саму дверь но но в грязное время это у тебя будут грязные руки кстати у машины оценка три с половиной посмотрите тут какая мятина за это вот она получила три с половиной да ну японец видимо куда-то приехал задом и после этого решил ее продать ну как и большинство японцев после первого же мелкого дтп они у них это плохая примета считается автомобиль меня не смущало и и не смущает так как нарушение конструктива нет но видимо какие-то видимые вот эти вот переливы мне по барабану но кстати пока ты мне не показал я так и даже не заметил этого ну оно не особо заметно если пристально не вглядываться для меня это не не проблема потому что целостность лкп не нарушена то есть она не зацветет не будет ржавчины ну когда-нибудь может быть куплю новую дверь за 50 тысяч рублей да блин когда 50 тысяч рублей двери вообще офигительно это конечно степ вагон где 150 или 200 но все равно да но все равно любой приезд сзади пипец двери пипец сразу сразу же да ну чё поехали прокатимся вперед эргономика машина мне очень нравится будет за 10000 километров проезженных от владивостока до москвы я ни разу не вышел из автомобиля с больной спиной что очень немаловажно потому что в корейце где ковшовая посадка низкая была у меня после 300 500 километров уже спина уже вся болела было неудобно здесь очень все продумано эргономика и сама посадка не подразумевает вот такой вот усталости накопления в пути я вот смотрю у тебя локти вот на одной высоте примерно находится у нас знаешь на боксе человек как-то говорит пошел к массажисту он говорит что-то у тебя одно плечо выше другого и он думал почему да и оказалось что подлокотник выше чем дверь или наоборот вот в общем есть такой нюанс и перестала перекашивать человека вообще пипец да в этом в этом плане на honda не понравилось своей продуманностью ну чё поехали как вообще быстро привык гибриду это первый гибрид это первый гибрид и первая провален праворульная машина первый день я покатался по владивостоку на остров русский ну по классике не все места такие значимые в принципе понял что единственная проблема это привыкнуть только к поворотник и дворники чистить в остальном что там я сидел что здесь я сидел проблем нету да блин не надуманная все-таки эта проблема я уже всем об этом говорю значит второе железный аргумент который у нас леворульные топят это обгон но здесь мне есть два контраргумента встречка на обгоне наверное по статистике леворульные машины праворульные там будет доминанта там 99 и 9 против одного процента потому что сидя с левой стороны большинство водителей как я заметил на трассе держит расстояние от фуры 5 максимум 10 метров и вылетают на обгон не учитывая рельеф местности да и прочие нюансы здесь же я не испытывал никаких проблем потому что если допустим правая дуга то мне встречку лучше видно чем с левой стороны и держа даже 30 метров от фуры высота автомобиля позволяет мне видеть встречную полосу и динамики автомобиля более чем достаточно чтобы ускорить там с 90 до 140 и совершить маневр в этом проблем никаких нет вот тебе вот нравится вот расположение всех этих кнопок или чуть хотелось бы тут заменить по кнопкам меня все устраивает потому что не не отводя глаз от дороги я могу спокойно вот все кнопочки на ощупь на на ощупь до тактильно нехорошо выполнены здесь здесь никаких вопросов тоже нет по эргономике джойстику привык быстро конечно вот это рычага вот это уже знаменитого не то сильно здесь все достаточно просто толкнуть джойстик ты уже готов как у тойоты все то же самое соответственно кнопочку нажимаешь и машина уходит в паркинг вот узнаю что у стэп-вагонов и одиссеев кнопка запуска находится с левой стороны для многих тоже нюанс неудобный с правой стороны гораздо удобнее кнопка потому что не садясь в автомобиль я могу его из салона с улицы завести ногу закинул завел машину и дальше уже там почистил снег или усаживаешь детей машина прогревается момент согласия по по обзорности с правой стороны вопросов нет никаких окно дает достаточно большой обзор при поворотах и в принципе пешеходов видно гораздо лучше само лобовое тоже большое с левой стороны тоже проблем нет ну по по праву по левому зеркалу его очень недостаточно но в принципе мне хватает заднего стекла потому что просматривается очень хороший кусок дороги и не не испытываю в этом трудностей ну и плюс непосредственно сама динамическая камера с динамическими раздинамической разметкой она уже помогает тут несколько видите менять три режима эти прям под бампер смотрит удобно удобно сделаны плюс сам дисплей а еще там показывает колеса до выворот колес тоже вот это удобная штука удобно я вот вижу время там где 20 10 стоит время японская здесь я столкнулся с такие с такой ну маленькая проблема в том что у японца стояла здесь навигация и в магнитоле подключен разъем определение времени по gps соответственно для того чтобы перевыставить время мне нужно снять голову здесь два болтика откручивается это дело так снимается и просто нужно его отключить в разделе меню сразу появляется дополнительный раздел что со сменой времени сейчас его просто нет когда снимаешь этот шлейф отключаешь gps то получается что ты можешь уже скорректировать время ну до этого еще руки не дошли плюс непосредственно в самой магнитоле стырили карточку у меня я так предполагаю что это все делается на при перевозке на пароме как и бензин сливают да то есть обычно карточка у меня есть с музыкой bluetooth а вот она bluetooth я не могу сожалению пользоваться веду сейчас 3000 рублей стоит карта ребята пробовали там что-то даже клонировать но все это не приводит никаким результатом положительным то есть просто сделать образ карточки и дать ее другому это не работает поэтому магнитолой пользуюсь только как как радио и bluetooth да и нет bluetooth нет в чем-то и проблема что без карточки у меня bluetooth не активированного даже нет в разделе японскую музыку я только слушаю понятно ну поехали да кстати вот здесь показывает сколько батареи у тебя тут осталось заряд батареи пробег 39 пятьсот восемнадцать градусов эти погнали ну вот пока едем я тебя будут спрашивать как те машина вот на ходу на ходу очень комфортная машина honda вообще произвела на меня впечатление после универсала корейского она позволяет несмотря на свои высокие габариты и парусности на дороге делать гораздо больше нежели это делал я на предыдущем своем автомобиле у нас игрушки детские болтыхаются сейчас мы едем на электротяге ой случайно да он там горит и в машина значить определенный звук издает на улице чтобы пешеходы слышали вот там динамик данный какой-то стоит тойота произошло зажигание двигателя то есть завелся двигатель это видно вот по этой индикации да здесь вот индикация вот она показывает откуда идет энергия двигатель батареи куда чего все показывает здесь много режимов разных мой любимый вот этот режим это как называется максимально сэкономим а то есть когда зелененькая горит значит и едешь максимально экономно вот видите расходы на 35 прибавляешь она выходит за зону и в синюю зону за получается а вот эта подсветка боковая на меняется боковая меняется разноцветный нужно меню выбирать все не синенький цвет больше всего под гибрид до до под гибрид сейчас будем проезжать лежачий полицейский да давай посмотрим жесткая она нет на штатной резине ну такая жестковата здесь и лежачий такой который долбит я представляю если сюда профиль поставить какой-нибудь 55 на вообще как тебе машина по прогреву быстро прогревается в зимний период и в холодный у меня не было еще возможности проверить это все дело но с точки зрения готовности езды когда он пишет рейди то я и никогда вообще не прогревал при заради она сам с самого начала нор пишет что тип машина включена готова к движению но я так предполагаю что скорее всего здесь предполагается что она готова ты можешь на электротяге ехать уже сразу так хорошо тогда давай вот жара было как тебе кондиционер кондиционер справляется с запасом вообще и дети и даже не бухтят что там жарко и дети не бухтели и продукты которые были у нас багажнике предыдущих выходных в 30 градусную жару мы ездили и у нас бананы в багажнике были такие же холодные как мы их вытащили из холодильника короче конди хватает на ура запросто по поводу обогрева в момент когда я ехал из владивостока минимальная температура была наверно минус 5 пока пути я был впереди я не чувствовал дискомфорта и хватало печки вот как покажет лютый мороз будем посмотреть как говорят жена у тебя ездит за рулем ездит но пока еще на эту машину боится садиться нужно ее переучивать какие спереди вообще нравится автомобиль и удобно ничего не говорит что тут бы что-то заменить там гораздо удобнее чем в универсале и все устраивает свой подлокотник наконец-таки если не нужно толкаться локтями вот у нее масса полочек своих есть она довольна а нравится что вот здесь вот проход бардачка нет или хотелось бы бардачок нет бардачка не хочется потому что с вот этим вот местом мы сюда складываем свои сумки это удобнее чем большой бардачок который обычно здесь стоит здесь вот тоннель здесь предполагает собой можно очень много сложить интересного полезного мелочевку вся распихивается по карте двери непосредственно в самом бардачке выше на не едешь а как это будет как самолета прям прикольно как турбина у самолета чё скажешь по динамике я так понял вот 90-130 она на ура да разгоняется вообще динамика не скажу что фантастическое но для автобуса и и мне более чем достаточно из 10 секунд она скорее всего выезжает и думаю на 9 6 9 8 по крайней мере то что я замерял с телефона то есть не рейс лоджиком при обгонах вообще динамики до 150 тысяч машина вот это 150 километров и более чем достаточно ну и я не такой водитель которым нужно ускорение за 5 секунд ну понятно большинстве своем вожу двоих детей в этом плане какова вот для тебя и комфортная скорость от по трассе этой машине по трассе 120 130 то есть спокойно она едет комфортно прямо не напрягаясь больше 100 хорошо больше 130 парусности начинаются и машину подшвыривает прилично особенно если боковой ветер при расхождении с фурами еще более-менее а вот когда боковой ветер сильно то приходится прям баран подержать как тебе скачка от вот это колейность чувствуется нет колею не чувствую вот на предыдущем сиде но мне я просто с ним аналогию сравнивать потому что пересел с него и первые мои такие впечатления они больше именно с универсалом колейность она хорошо держит нет к этому вопросов никаких на предыдущем машине мне прям приходилось вот прям вот на параллель и вставать и чтобы ты не в колее ехала поперек не поверю она ведь я понял я плода все поняли но я слышу что до шумки тут нету пришел к тюрьму я поэтому наверно до резину такую максимально выбирать не шумно да по шумке в планах у меня тогда буду делать антикоррозийное покрытие днище зашумить арки двери и крыши трогать не буду не уверен в наших разборщиков что потом соберут точно так же как японцы с этим уже сталкивался когда после шумоизоляции машина превращалась вся трещала пищала да да все вообще все скрипела большой дискомфорт сейчас попробуем чтобы динамику почувствовать здесь на эстакаде разогнаться разогнаться ну давай попробуем здесь спальный район особо но я так понимаю с такой подвеской жестковатый к кренов то особо нет нерв поворотах фонды да вообще на дорогу держит очень знатно перестроение на трассе на любых скоростях которые машина позволяют они все происходят уверенно нет валкости такой руль меру острый электроусилитель настроен достаточно грамотно он сам наливается когда ты увеличиваешь скорость комфорт вообще honda она очень уверенно стоит на дороге несмотря на свою высоту и народ короткую базу расскажи про систему вот эти все системы работают safety вот эти все системы работают работают очень достойно на мой взгляд полосы видит практически всегда при присутствии разметки независимо от того белая или желтая разметка вот эти временные контроль удержания в полосе она подруливает кстати она подруливает получается подруливает адаптивный круиз она останавливается при препятствии два случая у меня было конкретных когда подрезали меня и машина полом вставала и постоянно тебе она еще сигнализирует если машина видит что ты не нажимаешь на тормоз а уже скорость при ты приближаешься при расстоянии она начинает мигать и что-то там по японски говорить не хотите ли вы обратить внимание становиться если ты держишь ногу на педали тормоза то она этого не делать но предвидимо предполагаю что ты контролируешь ситуацию адаптивник работает до 110 километров в час после 110 он уже выключается ну надо должно что тысячи три с половиной по дороге с владивостока я проехал на круизе просто снимал обувь садился ноги как неудобно и цеплялся радаром автомобиль и все я спокойно ехал на сама останавливалась если машина останавливается сама набирала скорость в этом плане то есть она до нуля останавливая разгоняется это очень удобно мало не реализовано по поводу считывания знаков это в пол да ты нажал сейчас нет чуть-чуть давай сидеть будет прямая можно в пол нажать попробовать камера на камере она до масла же тут у нас участок будет как тебе по поводу знаков считывания на мой взгляд сама бесполезная из этих функций она может ловить знаки со встречки если где-то вот она стоит кирпич висит то она может тебе показывать хотя у тебя кирпича нет но показывает ограничение скорости то есть знаки считают 20 40 60 80 вот мы сколько знаков проехали я ничего не вижу вообще ничего нигде не показывает а у нас здесь мы едем еще не было знаков таки да она показывает только ограничение скорости и кирпич все больше никаких знаков она не считывает то есть больше наверное такая маркетинга штука нежели непосредственно какой-то такой помощник который тебе действительно будет помогать но я вот еду да вот большое остекление конечно шум идет вообще прям знатно что делать японцы экономят на всем экономика нужно что вот в городском цикле на ней передвигаться очень удобно давай здесь вот прямая вроде я не вижу никого но слушайте да даже чуть-чуть кресло так вжимает разгоняется уверенно конечно слушайте ребят неплохо разгоняется вот я даже сравнивают совокси гибридной неплохо honda разгоняется и в поворот вот сейчас в этот она входит гораздо комфортно до комфортнее но в оксе понятно она выше но и чувствуется что подвеска у honda жестче а у дает она более-то мягкая балка вот знаки 40 ё-моё прочитала 40 работает система слушай иногда может быть она и будет напоминать что ну да андрюха есть вот это вежливые поворотники да эта функция присутствует легким касанием только не три он четыре раза сигнализирует и и сам отключается лучше тут тоже классная функция очень удобная в тойотах ее нет почему-то некоторые ребята допиливают самостоятельно это все делают здесь это уже реализовано на заводском уровне классно мне нравится в табло можно еще посмотреть здесь сейчас мы стоим на электродвигатель двигатель заглушен нас и вириде вот режима можем менять но это общем бортовой компьютер туда поехали направо он крякать там кто-то кстати если впереди стоит автомобиль и ты зазевался на светофоре она отъехала тебе машина тоже сигнализирует об этом да да у меня на стиме тоже есть такая штуковина слушайте друзья ну мне однозначно эта машина зашла лучше такая интересная но мы потом еще обязательно снимем сиенту уже есть человек которого готов ее показать рассказать и потом я уже сравнил блин такой резкий поворот и она так хорошо зашла прям без кренов до управляемости сайте доход до всегда славилась скоростью и управляемости смотря на то что здесь применена архаичная старая сзади подвеска типа dd он это обычная полузависимая балка французы разработали но это под 3 тип подвески dd он используется даже в мерседесах с-класс не намного хуже много рычажки в частности в управлении но если обратишь внимание у нас в москве уже правого руля едем много-много машин вообще с правого руля в принципе стали замечать вообще как по всей стране у меня во дворе уже три машины стоят или not your power стоит nissan cube и я вот третий счастливый обладатель праворульной машины кстати вот пока мы едем я же там обещал спросить расскажи через какую компанию ты покупал как долго все это шло понравилось тебе покупать или какие-то были нюансы вот все вот это вот все то о чем люди боятся особенно перевод денег значит вас понял воспользовался я услугами проверены конторы организации это левкар них я узнал по рекомендациям по своей работе с ладивостоком она связана регулярно туда летаю порекомендовали связался с ребятами после январьских праздников подписал с ними агентский договор об оказании услуг собственно говоря начали накидывать не варианты сколько денег и заплатил комиссия была 30 тысяч рублей а дальше выиграли мы аукцион выставили счет венах оплатил я через юни кредит банк этом зарплатный проект и хорошая карточка с разными привилегиями но на момент оплаты 12 февраля курс иены был один к семидесяти уже была переплата оплата прошла очень быстро через день уже японцы деньги увидели и дальше началось самое длительное ожидание это погрузка на пару значит оплаты прошли на тот момент не было никаких ограничений там западный парк не партнеры выставляют все было нормально ну ты как раз попал вот эту вот катавасию 24 февраля евро скаканул доллар скаканул ты еженар сидел на растаможки я переплатил порядка 200 200 тысяч все начинают услуг брокера который тоже за фрахт за таможню таможню в итоге то что я планировал машину получить москве за во владивостоке за миллион пятьсот у меня вышло миллион шестьсот восемьдесят пять сто восемьдесят пять тысяч это у меня как раз составила переплата по высокому курсу но я рад что она вообще пришла потому что могло бы ничего не приходить паром паром это уходили то не ходили была неясность когда загрузит машину в итоге она пришла дальше сюрприз был от таможенников у них упала база и пять дней машина у меня на свх простояла и ты за это еще заплатил я еще за это заплатили капец очень наглые блин беспрецедентно то есть что скажешь по поводу обратной связи вот с этой компанией как они нормально общались там может пропадали еще чуть вообще не было такого момента чтобы менеджер мой куда-то исчезал в виду своей загруженности понимаю там что во первых это другой часовой пояс когда у нас день ночь вообще никаких вопросов нет этой компании по поводу отправки машины отправку машин на тот момент начать я ждал очереди на ж.д. две недели потом я плюнул на это и 26 числа я прилетел 25 апреля я прилетел 26 я выехал уже из владивостока своим путем а сколько тебе говорили отправка стоит железной дорогой железной дорогой 110 тысяч отправка 30 тысяч мне сразу предложили чтобы без очереди погрузить и 21 30 дней доставка сама своим ходом те сколько обошлось все это дело своим ходом я доехал за 65 тысяч это включая расходники там которая заложила канистра масла фильтра и самолет и и самолет и бензин и гостиницу то есть я все ввел в экселе вообще получить два раза дешевле но здесь есть один нюанс и конечно это усталость тратишь свое время но для меня это было сбытие мечты прокатиться накатиться дать через всю страну уже открыла гастрономический тур ты все это дело везде покушать посмотреть какие у нас дороги дороги очень хорошие 80 процентов дорог идеальная я бы назвал 10 процентов средний и 10 процентов это ужасном состоянии но это кировская область ребята через кировскую область кто едет скорость 35 км в час сейчас нет дороги что ли яму полметровой глубины и всю дорогу объехать как-то можно объехать либо через казань ты едешь либо через другие области какие-то кировская область это то место где можно оставить не только подвеску но и машину и своей жизнью да понятно ну чё значит в целом ты компанию ты рекомендуешь никаких проблем можно обращаться я рекомендую ребят проверено они конечно как все владико владивостокцы немножко застряли в 90-х манере общения да и те кто бизнесом по владивостоку наверное никогда не связывался может быть для них это кажется неким сюрпризом но на самом деле в компании левкар вот в частности у меня был менеджер сергей более чем адекватный воспитанный человек мы с ним за все время так он не не перешел на ты до того момента пока я машину не забирал то есть все вежливо культурно все в срок то что мы о чем договорились все было исполнено на сто процентов все вопросы отвечал некий все вопросы отвечал все фотографии присылал документы все во время он не поставил машину на учет сразу во владике я поехал на номерах сделать их обслуживание сколько вот эти доп услуги на номера поставить обслужить машину обслужил он ничего за это не взял заплатил только сервису хирургу номера поставить 10 тысяч рублей 10 до вот он не хило получается сколько там сами номера на тысячи две с половиной пятнашка круг но а так ты еще и за номера это отдельно то есть 10 тысяч это сама услуга стоит это сама услуга ли фигасе не дешево но здесь я могу сказать что это сервис мне удобно я не хотел вникать во все вот эти вот возможные ситуации когда договор купли-продажи срочно делать неадекватностью попадание электронного паспорта дпс не видит базу вот это все нюансы что знаю что многие сталкиваются с проблемой с этой ну и мне хотелось просто на сервис а хотя кстати кнопка главна стоит она у меня стояла ребята мне поставили на учет без кнопки я ничего не колхозил но у тебя машина растаможена на тебя да а все понятно на меня растаможена поставили муляж сюда сергей приехал в гаи все сделали этот муляж снял клонастом все равно бестолковая кнопка только заряди деньги за не платим поле да это как обычно даже комментировать не хочу это все все изделия за 40 тысяч рублей при себестоимости в два с половиной три доллара беспрецедентная маржа это зарабатывать нехило итак друзья ну вот вы послушали рассказ андрея о его машине а его опыте который он приобрел за эти 10 15 тысяч километров в общем кто что еще знает по машине может добавить обязательно пишите ссылку на их группу я добавлю в описании но те андрей хочу сказать спасибо за то что ты выделил время показал свою машину столько всего рассказал хоть и ездишь ты не так много да николай тоже взаимно благодарен что предоставил возможность показать этот городской удобный автомобиль который действительно в рамках мегаполиса и семьи из двух детей очень удобен мне очень хотелось поделиться своим опытом чтобы люди а первое не боялись и знали альтернативу в том что за полтора миллиона рублей можно купить гораздо интереснее более функциональный более функциональный автомобиль он будет высоко технологичный проблем в городах миллионников с обслуживанием точно нет никаких ну и благодаря энтузиастам как нашей группе которые делают подробные видео как обслуживать автомобиль своими руками по крайней мере минимальные действия это можно делать самостоятельно с расходниками вопросов нет они всегда есть не бойтесь в рамках бюджета то что сейчас можно купить до 2 миллионов рублей семейный автомобиль можно взять с минимальным пробегом не бояться его обслуживать потому что не с расходниками не с деталями проблем нет никакой сервисами не сервисом тем более большинство можно производить своими руками своими силами видео инструкции все есть ну и самое важное наверное то что боятся пересаживаться слева направо руль у меня адаптация буквально сутки заняла то есть никаких проблем с этим я не вижу хоть посередине будет руль говорится но все андрюх спасибо друзья всем пока всех всем успехов друзья еще моментик про батарею я вспомнил смотрите она хранится вот здесь и значит вот видите здесь вот выходы вентиляция а за ней надо следить эта штука значит снимается и надо и чистить то что здесь входит воздух на обдув батареи а вот где выходит воздух мы не знаем кто знает подскажите куда он выходит вообще ладжи должен выходить муж стойки куда-то